Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Евгений Борисович Ширяев. Я являюсь совершенно непрофессиональным историком, искусствоведом и в совершенстве обладаю непрофессионализмом в компетенции историо-веденческих и культурных образовательно-ценностях. И сегодня мы поговорим о крещении Руси. Извините, из башки вылетело вообще все, что хотел рассказать. Все вылетело нахрен заново. Как вы думаете, где сейчас я нахожусь? Вы охренеете просто все сейчас. Именно на этом месте, куда ступила стопа моя. Вот сейчас ступила стопа. Вот здесь стопа. Владимир крестил Русь. Именно здесь. Представляете? Представляете, куда я приехал ради того, чтобы снять это видео? Простым языком шоу называется, потому что все, что вы услышите, вам будет очень ясно и понятно. Я в этом не профессионал, поэтому все будет на высшем уровне. Я одену очки, потому что солнце лепит в затылок невероятно сильно. Что-то хотел еще сказать из башки. Опять все вылетает напрочь из головы. Вот паскуда. А, если вы первый раз смотрите это, я советую вам посмотреть два ролика предыдущих. Они будут в описании под этим видосом. Они о том, что было до этого. Про Владимира я уже рассказывал. Про его батю и деда тоже рассказывал. Про прадеда. Прадед у Владимира Рюрик. Чтобы хронология была, посмотрите. Те видео в описании они будут. А потом переходите на это. И все будет у вас ясно и понятно, как добрый день. Поверьте. Начинаем. У Владимира красное солнышко. Такая кликуха у него. А кликух у него много. Владимир Великий. Красное солнышко. Там точно еще есть какие-то у него еще погоняло. Можно посмотреть в Википедии. Неважно. У него все нормально. 8 жен. 13-15 детей. Любовниц. Тысячи. Я не вру. Посмотрите мое видео предыдущее. Все там подробно об этом написано. Но Владимир понимает, что не может быть великого государства и сильного без сильной религии. А ходить далеко не надо. У нас все есть. На тот момент, а это примерно 980-е годы нашей эры. Почему говорю примерно? Потому что если скажу точно, то обману вас. А обманывать мне очень вас не хочется. Тем более я стою на той земле, где Владимир крестил Русь. Ходить далеко не надо. Ибо в то время кто мы на Руси? Язычники. И Владимир решается на то, чтобы это язычество в полной мере усовершенствовать. И чтобы мы стали прям глобальными язычниками. В каждом городе он понатыкал статуи с богами, которые были в то время. А в то время какие были боги? За старшего был Перун. Потом Дождьбог. Макош. Секундочку. Хорса. Стрибог. Симаргла. Как это? Не статуи, а как это? Деревянные вот такие вот мандуловины с их изображением всех заставил поклоняться. И помимо поклона, жертвоприношений. Каждыми днями под этими алтарями он убивал много-много-много людей. А может быть и немного. Кто-то говорит много, кто-то говорит немного. Наверное, их там всех разберешь. В Киеве были крестьяне. Ибо брат Ярополк, он, как и его бабулька, а бабулька его была, или мамулька, подожди, бабулька его, бабулька, все сам позабыл. Бабулька Ольга, психопатка, которая древлян всех перерезала, я о ней уже говорил. Она была христианка. И христианство присутствовало в малой доле в Киеве. И Владимир всех их там тоже жертвоприношения сделал. Нечего им. Головы там всем, журавля, всем все сделал. Язычники, дикари, что грехотаете. Недолго Владимир был ярым язычником, потому что осознал, что он-то один правит Русью. А богов этих целый килограмм. Иерархия небесная должна совпадать с иерархией земной. Блин, какие слова я знаю, да, иерархия? Куда этих 20 богов, когда ты, Владимир, один? Повесть временных лет, тот источник, единственный, который нам повествует о событиях тех времен, рассказывает нам о том, что у Владимира был целый кастинг. К нему приезжали и исламисты, и иудаисты, католики, христиане. И каждая делегация начинала расхваливать свою религию. Скорее всего, это ерунда, зачем ему этот кастинг был, когда все понятно. Мы должны быть христианами. Почему? Потому что равнялись, как ни крути, мы на Византию, Царьград. А Царьград была христианской республикой, христианской империей. С ними все было всегда завязано. Они были тем лицом, на который мы обращали внимание, и по которому хотели равняться. Кастинги – это все фигня. Скорее всего, ничего не было. А в повести временных лет там такое нам нарисовали. Приехала делегация, которая связана с исламом, и говорит, после смерти тебя будут окружать девчонки симпатичные. При жизни мясо, свинину кушать нельзя. Пивайсик, все дела, бухать тоже нельзя. На что очень коронная фраза есть, которую сказал Владимир. Я ее записал, сейчас секундочку. На Руси есть веселье пить. Не мольте без такого быть. Католики не зашли, потому что это все Запад Европы, это далеко от нас. Нафиг надо. А быть язычником – это несерьезно. Язычников в то время не уважали вообще, потому что они дикари. С ними никто не хочет иметь вообще никакие дела. Варвары какие-то, психопаты какие-то, жертвоприношения. Тем более в тот период уже все как-то успокоились. И викинги, Скандинавия ушла в католическое русло. Эти ислам, там иудеи, там-там-сям, там-сем-пум-пум. Язычество потихонечку уже все. Мы только как психопаты бегали с ногами и руками отрубленными этих людей, которых в жертву. С ума сойти. И Владимир весточку в Византию отправляет. А в Византии за старшего был один мужичок, император-мужичок, по имени Василий. Васька его звали. А у Василия проблем в тот момент было вот столько по горло. Проблемы с Болгарией. Кипиш там еще, какое-то восстание. Неприятно много ситуаций происходит в Византии. И Василий сам первую весточку нам кидает и говорит. Владимир, душевно в душу тебя расцелую. Очень много проблем. Помоги мне. Мне бы войско небольшое, тысяча шесть человек. Чтобы справиться с моими неурядицами, я в долгу не останусь. Он говорит, базара ноль. А Василий, это Владимир говорит. Слушай, такая тема, я тут хочу креститься, крестить Русь. Помогаешь мне? Да, базара ноль. Все по красоте сделаем. Он говорит, и хочу твою сестрицу. Как там, Анка, пулеметчица. Анютка. А у Василия была сестрица, родная Анюта. Он говорит, хочу Анютку твою симпотную. Она ненормальная, молодежка такая. Анютку хочу с жены. Василий поперхнулся в моменте, потому что отдавать за вонючку, язычника Русича свою сестру, это негоже. Много кто сватались на сестер дочерей императора, но немногим это позволяли, даже и христианам. Это уж слишком большая честь. Такого в истории мало известно, чтобы византийцы так бросались своими царскими родственными душами. Но Василий говорит, ну ладно, там посмотрим. На отъявись. Так, закинул Владимиру. Владимир дает шеститысячное войско Василию. Василий решает все свои проблемы. Благодаря кому? Владимиру. Ну и что-то ни слуху, ни духу. Аньку не везет к нам в Киев. Крестить нас тут никого не собирается. Владимир думает, ну сука, на-на-на-на. И Владимир что делает? Собирает войско и идет на Херсонес. Правильно ли я говорю название этого города? Херсонес это город, который был там, где сейчас Крым, Севастополь. Город принадлежал Византийской империи. И он был важным пунктом для Византии, потому что та жратва, хлеб, что там, насвай, кукуруза, все это росло в Херсонесе и по корабликам через Черное Моле. Короче, Херсонес кормил Византийскую империю всю. И Владимир нападает на Херсонес. У него не получается это сделать быстро. Он окружил город. И такая есть легенда, будто бы кто-то выпустил стрелу. Стрела такая... Владимир такой, то стрела такой... А там была записка. И в записке написано, если ты хочешь взять наш город, тебе нужно сделать так, чтобы мы остались без воды. Он такой думает, ммм, хорошо. Он все сделал красиво, чтобы вода не поступала с Крымских гор. Там же есть горы Крымские, наверное. Водопровод им перекрыл. Они сдаются. Он туда, как козырь, заходит. Василий уже ноготочки свои щелкает и понимает, надо Аньку везти замуж. Замуж. Анютка плывет на своей одноместной подводной лодке из Винзантию в Херсонес. Говорит, Владимир, а что такое? А мы уже пришли жениться, там свадьба, свадьба. И, как говорит нам повесть временных лет, Владимир ослеп. Ослеп, ничего не видит, ни хрена не вижу. Анна подходит к нему и говорит, Владимир, нужно быстрее креститься. Сейчас мы тебя покрестим, и ты сразу же увидишь. Они быстренько его покрестили, и он прозрел. Все воины, которые были с Владимиром, охренели и тоже быстренько крестились. Конечно же, это был хитрый ход Владимира, чтобы дать понять, ребята, работает, эта вера работает. Волоська был хитрый, поцик, это серьезно я вам говорю. В 988 году Владимир со своей новой византийской женой, уже крещеной, приезжает в Киев, достает рупор и говорит, так, все киевляне, чтобы утром я в 8 утра вышел, а вы все по пояс в реке уже стояли, все киевляне. Река Днепр. Киевляне думают, ну, Владимир, конечно, может, что-то там выпил, что-нибудь еще. Ну, а что делать? Князь, как скажут, так и надо делать. В 8 утра все киевляне вышли по поясу в речку, вышел там дядя с бородой, там всех их крестил, они даже и не понимали, что с ним происходит. Ну, потом, конечно же, потихонечку начали понимать, потому что Владимир понатыкал везде церквей, ну, в Киеве-то уж, будьте нате, там везде понаставил, это понятно. Новгородцы говорят, нет, говорят, мы хотим быть лютыми язычниками, нам нравятся жертвы, приношения, Перун, Дождь Бог, Сима, там, Симагоги, все эти дела, нам все это нравится. Сейчас Владимир отправляет в Новгород своего дядьку, а дядька это брат его матери, рабыни, малуши. Помните, да, прошлое видео? Добрыня, богатырь Добрыня. Знаем Добрыню богатыря? И он отправился в Новгород, чтобы всем дать понять, чтобы они тихонько себя вели и крестились. У него ничего не получилось, там было столько квестов, даже убили семью Добрыня, это ужас какой-то. Поэтому он столько там народу перерезал, всех перелохматил, и все уж все в крови, там, в соплях, в слезах, там, кошмар какой-то был. Говорят, ну ладно, Добрынь, давай крести нас, хрен с этими языческими богами. Вот так вот Новгород крестили. Конечно же, не до всех дошла эта христианская вера. Не то, чтобы в то время, а еще 200-300 лет где-то там Вятичий, Мутичий, там, Дремутичий, у них оставались эти языческие обряды и вся эта лабудень. Так даже сейчас Масленица, это языческий праздник. Ивана Купала, Ивана Купала же прыгаем через этот, как его, костер-то, да, там. Или Боженька пописала этот, как его, в речку-то купаться-то нельзя. Это же все языческая история. Перемешалось, как ни крути, все перемешалось у нас. Князь Владимир даже сам впарился в христианство, перестал убивать людей за то, что те провинились. Заповеди есть, не убей, не укради, не убей, есть, есть. И он прекращает убивать, а к нам частенько приезжали различные священнослужители с Византии. И как-то один раз приехали и говорят, а Владимир, а что ты никого не казнишь, не убиваешь? Он говорит, а как же, не убей? И они говорят, да ладно, заканчивай, говорит, если за что-то, если человек виноват, то казнить-то можно. Правда, до этого суд, все дела, если надо, ну убей, конечно. Владимир говорит, ну ладно, позара ноль. И опять начал казнить потихонечку. Ну, суд, все дела, сами понимаете. Стал добрейшей душей человек, поэтому его и назвали Красносолнышко. Мог раз в неделю устраивать такие мини-пирушки. Открывал ворота в свое, как там называлось его, в свой дворик. Там были накрыты столы. И люди, просто обычные люди могли прийти и похавать бесплатно. И прибухнуть можно было. Шведский стол. Такие приколюхи. Был момент, Владимир устраивал. Помимо того, что мы знаем Владимира как крестителя Руси, что еще? Территория увеличилась. Обратите внимание на карту. Вот так выглядела Киевская Русь во время правления Владимира. Там, где Запад Украины с поляками там был, трешь-мнешь отжал. Где-то кого-то еще там отмутузил. В Печенеге. В Печенеге та сволота, которая постоянно набегала. Владимир сделал такую систему укреплений. Он понастроил очень много городов вокруг Киева. Например, Печенеге напали на один город. Там загорелся факел. Другой город увидел, поджег свой факел. Третий город поджег свой факел. И в Киеве Владимир понимает, ага, эта сволота напала на нас. Надо готовиться к обороне. Раньше передвигались в основном по речкам. А это уже какие-то дороги. Асфальтирование потихонечку началось. Что я несу? Появились тропинки. Спасибо тебе, Владимир. Появилась славянская грамота. Чтение Кирилла Мефодии. Алфавит. А для чего? Для того, чтобы не эти византийские священники приезжали к нам и гнули свою волну, рассказывали нам, как нам надо жить, как нам крестить надо и что нам надо светить. Нет, свои должны быть. Эти путяги создавались именно для священнослужителей, которые учились и писать, и читать. Монеты первые появились при Владимире. Есть мини-истории, которые интересны. Кожемяку. Знаем историю про Кожемяку? Сейчас расскажу. Печенеги нападают опять на Киевскую Русь. Войско стоит печенегов. Войско Киевской Руси. Выходит один из главных печенегов. Какой гибель, что же такое? Говорит, Владимир, Владимир! Владимир там говорит, что? Говорит, давай, вместо того, чтобы убивать наших солдат, один из самых твоих здоровых богатырей сразится с моим самым здоровым воином. Владимир такой думает, сука, в чем подвох? Говорит, ладно, давайте замутим. Оборачивается на свое войско. Говорит, кто пойдет? А там уже вышла такая рючка, лохматая, огромная такая морда. Такие вот кулачища, ручища. И никто не вписывается из Русичей. Подходит один такой старикашка к Владимиру. Говорит, Владимир, у меня есть сынок. Он не военный человек, но он очень сильный чувак. Он там сейчас на печи у себя сидит, кайфует. Хочешь, я за ним пошлю, его приведут. Он справится с этим мухомором. Владимир говорит, ну ладно, давай, пускай твой сынишка подтягивается. И, короче, приходит Кожемяк. Молодой пацанчик, коренастенький. Владимир такой смотрит на него. Что это, что это? Говорит, ну-ка, давайте-ка, натравите на него быка. На этого Кожемяку бежит бычара. Бык, настоящий бык. Кожемяк, оброза, хватает этого быка. И кусок кожи с ребром, с мясом держит у себя в руках. Владимир думает, нормально. Погнали. Кожемяка такой идет. Это мудло огромное, печенекское. И печенек нападает на Кожемяку. Кожемяка хватает его. Вот так вот. И что-то крутнул, мутнул. И так кинул. И все. Тот уже мертвый лежит. Непонятно, что он там крутил, вертел. Взял руки просто. И сломал его. Победили. Представляете? На этом месте построили город Переславль. А вторая интересная история. Печенеги нападают на какой-то город. Название не помню. Не записал. Город держит оборону. Окружили печенеги. День, два, три, пять, семь. Все уже. Там уже все же, блядь, с ума сходят. Думают, надо сдаваться. Уже не жрать, не пить, ничего нет. Думают, все, надо сдаваться. Один мужик выходит и говорит, короче, давайте мутим замут. Говорит, ребята, всю жратву, которая есть, всю-всю-всю, в этот колодец кидайте. А все бухлишко, весь кайф, который есть, кидаем в этот колодец. Терять уже нечего. Все подокидали. И зовут, говорит, печенеги там кто-нибудь. Можно одного, парочку, делегацию есть. Базар треш-меш, поговорить надо. Печенеги думают, хотят сдаваться. Типа переговоры. Печенеги заходят. И этот мужик говорит, слушайте, ребят, что вы там стоите? Вы нас умором не возьмете никак. Мы же эти, христиане. Нам бог все дает. Вот смотрите, вот в этом колодце у нас пожрать, в этом колодце выпить. Нам земля и все дает. Печенеги такие, что-то он нам лепит. Ну, давай. Он чпок в ведерко в колодце. Там пожрать. Они такие, блядь, нормально похавать? Ну-ка там. Накрутил на ведерко. Там певал, все дела. Печенеги охренели. Взяли с собой по ведру, чтобы принести доказательства. Старший, который был, они все рассказали ему. Он попробовал. Ну нафиг, короче. И все. И печенеги ушли. Представляете, какая удивительная история? Да, все было по-настоящему. Так же по-настоящему, как и я нахожусь на той земле, которая крестил где этот, как его, Владимир. Что дальше? Немножечко годиков Владимиру не хватило, чтобы все сделать по красоте на Руси. А что нужно было по красоте сделать? После себя оставить одного преемника. А он оставил их 20 человек. Не 20, там 10, 13. Вот список тех его сыновей, о которых мы еще услышим. Обратите внимание на этих ребят. Он-то везде уже их понатыкал. Один в одном городе, другой в другом, третий в третьем. Владимир хотел все это свое хозяйство, Киевскую Русь, отдать Бориске, младшенькому сыночку. Чпунькс! Владимир умирает. Понеслась. Не успел, как продолжалась судьба Киевской Руси, а потихонечку начинал происходить потом уже полный пипец. Ибо столько ртов, которые хотят быть за старшего на райончике. Ярослав Мудрый, о котором пойдет речь в следующем видосе. Там Бориска, там кто там еще? Изъяслав. Хотя Изяслав, кажется, уже помер к тому времени, как помер Владимир. Глебка, Святополк. Кипиши с этими щенками. А там, помимо этих сыновей, еще есть и другие там, чьи-то, сыновья. И там дяди, тети, моти, пути. И все хотят власти. Всегда, сука, все хотят власти, а. Тот ужас, который будет происходить дальше, можно будет увидеть в следующем видеоролике. Ставьте лимпопуске. Пока я смотрю, упустил я что-нибудь или нет, вы напишите какой-нибудь комментарий. Какой-нибудь такой Жека. Конечно, сука, талантливый ты, сволочь такая, молодец. Нравится нам смотреть. Смотрим с детьми, с сыновьями, с этими, с крестниками. Со всеми смотрим твои видосы и думаем, офигеть, как так можно? Такой и контент хороший, и парень харизматичный, все так красиво рассказывает. Талантище. А просмотров нету ни хрена. Наверное, нужно нам репосты всякие делать. Ой, будем, наверное, советовать всем. Женек, мы сейчас будем советовать твои ролики всем, кого знаем. И всем в WhatsApp-е, группу, смотрите видосы Негодяй ТВ. И всем понакидывать эти видосы мои. Вот, вот, вот что надо делать. Ну, что ж, придется мне покинуть эту святую землю, где Владимир крестил Русь нашу, и отправиться домой. А дом мой, эх, как далеко сейчас придется ехать. На, там, как его, на конях, там, по степи, сейчас придется идти и домой, домой. Ой, цивилизация, как говорится, еще не близко, не близко цивилизация. Все, пойду я, давайте.